Всем привет дорогие друзья, с вами Тинин. Сегодня я поиграю в игру под названием Farming Simulator 2017 на карте Зелёная Долина. И сегодня, ребята, я буду работать у местного фермера. Получается это у меня вот будет первый рабочий день. Буду работать я на своём тракторе Т-40, потому что ребята так больше платят. В принципе, ребята, я согласен. Сегодня мы вот поедем, будет у нас, ну вот, такой вот первый рабочий день, повторюсь. Посмотрим, что у нас там за работа будет. Ну, насколько я знаю, вроде бы какое-то поле будем опрыскивать. Мне вот уже сообщили. В принципе, Т-40 для этого подходит и неплохо подходит. Так, колёса у меня не очень широкие. Так что вот как раз работа такая для меня. Так, поехали. Так, живёт. Тут он совсем недалеко. Можно пешком пройтись. Вижу, ворота уже открыты. А значит, уже есть какое-то движение. Ну, тут движение с самого утра проходит, потому что, ну, все тут на поля ездят. Ещё чё-то. И ночью тут тоже работает. Так, вот опрыскиватель я вижу. Давайте подцепляем его. Ну, в принципе, поехали на поле. Так, ну, давайте, ребята, сейчас спросим, на какое поле мне ехать, потому что... Мне вот не сообщили, на какое поле ехать, а просто сказали, что, ну, нужно будет опрыскивать. Теперь подцепишь опрыскиватель. И потом уже скажем, на какое поле ехать, поскольку там, ну, довольно-таки много полей нужно запрыскивать. А вот сейчас надо узнать, именно на какое надо ехать. Так, ну, давайте заходим тогда в дом. Так, ребята, узнал я, что мне нужно ехать к 13-му полю. В принципе, давайте будем садиться уже и выезжать. Так, заводим трактор. В принципе, ребята, я залил сюда, ну, полный бак, вот, прям под крышку. Должно нам этого хватить сегодня с головой. Так, ну, надеюсь, трактор не подведет, поскольку мы так на нем еще и не работали. Ну, в таких вот больших полях, в больших объемах. Так, немножко поработаем. И все, в принципе. Ну, сегодня посмотрим. Ну, это такая вот работа тут будет на трактор не очень тяжелая. Поскольку мы тут будем только опрыскивать, это, ну, на трактор вообще будет не тяжело. Как просто будет, как просто на нем ездить по дорогам. Вот, как-то так. Давайте как-то тут проедем. Выехал, ребята, я уже вечерком, как вы видите. Уже немножко темнеет. Ну, сейчас, думаю, что быстренько справимся. Так, уедет, тут грязь. Сейчас мы проезжаем возле пилорамы. Такой вот. Ну, она тут открытая, в принципе, ездить можно. Никто не охраняет. Так, ребята, где же это поле? Ну, вроде бы, по памяти помню, где оно. Где-то рядом тут. Так. Получается, вот оно. Вроде бы, да, ребята. Вот оно такое, ну, не очень большое. Так, ну, еще... Еще оно такое довольно-таки кривое. Это тоже, ну, не очень хорошо. Поскольку неудобно будет потом это все дело опрыскивать. Так, вроде бы, ровно встал. Давайте это запускаем. Должно хватить нам вот этого вот всего на это поле. Ну, тут тоже вот этой вот... не знаю, ребята, как это правильно называется, но вот это вот жидкости, чтобы опрыскивать. Ну, где-то тоже под крышку налита полная. должно хватить на поле. Я, правда, не спрашивал. Возможно, ну, кто раньше тут опрыскивал, возможно, не хватит нам. Так. Разворачиваемся. Ну, конечно, опрыскивать это не культивировать. Тут захват очень большой у нас. Ну, вот, как вы видите, еще Т-40 очень подходит, как я и говорил, для такой работы. У него колеса не очень широкие. И, в принципе, особого вреда никакого не несет. То, что мы тут проедемся, там еще был, ребята, вариант, чтобы я работал на МТЗ в 80 каком-то. Ну, там мне бы меньше платили. Вот так, в принципе, меня и могут заправить еще. И, типа, мне доплачивают вот то, что я сам заправляюсь. Даже если меня заправят, мне все равно доплачивают, что я сам заправляюсь. Вот как-то так, ребята. То есть, мне выгоднее работать на своем тракторе. Так, мы уже где-то половину поля запрыскивали. Ну, вот, ребята, еще рады, что тут нету никаких деревьев, вот, по краям поля. И, в принципе, мы проезжаем без всяких проблем. Тут можем разворачиваться. Это тоже радует, потому что это бы очень сильно мешало. Ну, хотя бы можно было тогда, если это, ну, если бы деревья растут, можно было бы посреди поля разворачиваться. Точнее, не посреди поля, а с краю где-то. Так, ну-ка, ребята. Блин, капец. Т-40 очень громко работает. Я уже немножко отвык, поскольку для вас не снимал видео уже довольно-таки длительное время. Ребята, вот, сейчас буду стараться почаще для вас снимать видосики. Вот, по возможности, как у меня получится. Вот, сегодня у меня была возможность записать видосик, и я вот его записываю. Ну, а также, ребята, поддержите меня лайкосиком и напишите какой-то позитивный, оригинальный свой комментарий. Мне очень нравится читать комментарии, особенно, когда их много. Ну, и лайки вот тоже мотивируют сильно снимать для вас новенькие рпшечки. Когда вот много лайков, сразу хочется что-то новое заснять. Так. Уже, ребята, разворачиваются. Думаю, в скором времени купить какой-то небольшой земельный участок. Ну, конечно, вот это вот поле это довольно-таки большое для Т-40. А какой-то купить, ну, реально, он такой уж большой, как огород еще один. Может, немного больше. И сначала заниматься травой, там, выкрасивать, еще что-то делать тюрки, продавать это. Поскольку мы, вот, пахать не сможем, ну, если сможем, это надо двухкорпусный плуг делать, потому что его тут не найти. Вот, получится. Это большие затраты, так что мне проще будет сначала заниматься травой, вот, косить траву, высушивать, переворачивать ее и делать уже тюки, тюки, либо сено. Ну, просто складировать и продавать людям, поскольку оно довольно-таки дорого тоже стоит, у кого тут коровы есть, а коровы людей тут довольно-таки много. Много, кто их держит. Тут даже в соседнем селе тоже можно продавать, оно тут не так уж далеко. Так, ребята, что это за куча? Какая-то лужа с краю поля, мы сейчас посмотрим. Так, ну, я надеюсь, там они ничего не посадили, поскольку там, реально, что-то какая-то грязь и большая лужа. Но сейчас посмотрим. Вроде бы, с виду кажется, что-то посажено. Так. Блин, вроде поля такое небольшое, уже довольно-таки долго мы тут опрыскиваем. Хотя бы захват такой очень хороший у нас. Ребята, там прям пшеница посажена под эту вот лужу. Или это не лужа, это, наверное, навоз, я не знаю, завезли, чтобы потом, типа, разбрасывать. Ну да, это больше на навоз похоже. Так, ну-ка. Блин, ребята, все не захватим. Сейчас придется еще маленький кусочек там тут проезжать. Так, ну как-то так, трактор уже немного выпачкали. Даже вот, ребята, успели, хоть я и выехал так довольно-таки поздно вечером. Вот, вроде бы, успели до темна запрыскивать это все. Ну, конечно, это не была большой проблемой. Ну, если бы мы не успели, поскольку у меня аж и свет тут есть все действие, так что можно было бы и по темну попрыскивать. Ну-ка, давайте как-то так, чтобы не переборщить с этой стороны, чтобы тут пшеница нас не пахнела. Так. Ну, я так понимаю, ребята, они еще навозом это поле удобряли. я не знаю каким, если если вот этим вот курячим, то это, конечно, хорошее удобрение, если курячим, а если вот свиним, свиным, то это, ну, так себе. Насколько я знаю. Возможно, они просто его сюда вывозили, потому что некуда девать и, получается, ну, просто его перепахивали, потому что, ну, вот, никуда девать, ребята. Ну, это просто лишь мои догадки. Не знаю, что оно делает прям в углу поля. Можно было бы немного дальше где-то его, чтобы не мешало, но это уже, ребята, не мои проблемы. Так, полетели. Сейчас будем ехать, наверное, другой дорогой, поскольку там грязь какая-то. Ну, вот я через лесопилку ехал, я там чуть не застрял, вы могли видеть. Ага, ребята, и тут такая грязь, лучше бы я ехал через лесопилку. Ну, ничего, уже проедем, как тут есть. Так, ребята, это получается у нас поворот до Сидорыча на задний двор. Ага, я там, кстати, никогда и не был. Блин, ребята, можно было бы сюда повернуть, я смотрю, там улица еще есть такая небольшая. Люди ездят. А я что-то поехал через всю деревню. Так, давайте где-то здесь поворачиваем. Все, поворачиваем. Вот, уже почти, ребята, у нас есть темнело, как вы видите, уже так пожелтело. Давайте. Подборку что-то тяжко идет. Придется, ребята, опять трактор мыть. Как вы видите, тут и внутрь пропускает. Тут, конечно, все вот эти вот резинки позасыхали уже. Конечно, было бы хорошо их заменить, чтобы хоть как-то пыль сюда не заходила. Ну, пока что вот будем так ездить. Так, сейчас мы отвезем этот вот пресекатель. И думаю, что, в принципе, буду ехать домой, поскольку работа на сегодня наша сделана. сейчас не так уж много работает. Потому что уже не такой уж сезон. Так. Конечно, ребята, если бы я ходил куда-то тут вот в гараже справлять технику, чинить технику, то у меня бы зарплата была бы побольше. Ну, я бы, конечно, и больше времени терял, поскольку с утра до вечера сидеть нужно. И так каждый день. Так, глушим трактор. Сейчас я вот скажу, что я уже все сделал. Так, ну, вроде бы нам хватило тут. Так, ну, тут и не видно, ребята, а крышку мы не откроем. Ага, хотел посмотреть. Ну, вот, не получилось так. Ну, давайте будем уже заходить. Ну, в принципе, все, ребята, справился я с своей работой на сегодня. И думаю, ребята, буду я с вами уже на этом моменте прощаться. Всем спасибо за просмотр. С вами был Тинин. Всем удачи и всем пока.